Трендовый цвет этой осени фуксия. С чем ее носить и с чем сочетать? На самом деле фуксия достаточно такой яркий цвет, притягивающий к себе внимание. Многие опасаются, думают, что не с чем просто миксовать. И при этом кто-то даже боится, что будет притягивать взгляды. На самом деле абсолютно зря. Если посмотреть на цвет, то он имеет несколько оттенков. Ближе к сиреневому, есть приближенно к розовому. Все. Опять-таки, зависит от вашего цвета типа. Что наиболее вам близко. Некоторые просто могут добавлять отдельные детали, полностью не облачаясь в этот яркий цвет. Тем не менее, следует помнить, кому особенно идет вот эта яркая смесь розового и фиолетового. Классическая фуксия идет не всем. Наиболее выгодный он смотрится на брюнетках-шатенках. Девушкам со смуглой кожей, либо темной кожей фуксия идет действительно. Также обладательницам ярких глаз, темных оттенков. Такая внешность позволяет экспериментировать абсолютно с любым, даже самыми яркими вариациями фуксии. Если вы относитесь к цветотипу зима, фуксия, вот классический вариант, это ваш цвет. Блондинкам со светлой кожей рекомендую более светлые, такие ненасыщенные тона, ближе к лавандовому, лиловому, серо-фиолетовому. Они помогут выровнять цвет лица и не перетянут на себя внимание. Если у вас уже есть какая-то деталь гардероба, у меня, например, мои любимые брюки фуксии, и вы не хотите перегружать свой аутфит, то можно на ту же работу в офис надеть белую рубашку, либо голубую блузку. Большую бдительность стоит проявлять ржеволосым. Чтобы образ не превратился в пестрое пятно, выбирайте более темные оттенки фуксии, например, фиолетовый, сливовый, виноградный. Правильно дозируйте оттенок в образе и старайтесь дистанцировать от лица. Как я уже сказала, можно вниз выбрать именно фуксии, а что-то нейтральное будет вверх. Если вы посмотрите на круг иттена, то родственные цвета, такие как красный, желтый, сиреневый, они подходят идеально для фуксии. Также противоположные, это зеленый, синий, иногда бирюзовый, ну и, конечно же, нейтральные цвета, базовые, они тоже прекрасно сочетаются. Это белый, черный. Некоторые девушки очень грамотно миксуют с коричневым цветом, получаются интересные аутфиты. Если не хотите ярких акцентов, именно полностью облачаться в цвет фуксии, сделайте яркий акцент в виде аксессуаров. Например, возьмите сумочку небольшую или сумку шоппер, либо это могут быть ремни, различные серьги. Таким образом вы познакомитесь, аккуратно познакомитесь с этим цветом. Если понравится, то начнете потихоньку внедрять. Не нужно бояться ярких сочетаний, например, с красным, зеленым или песочными оттенками. Они проверены временем и точно не испортят ваш образ. Для тех, кто думает, что оттенки розового больше считаются прерогативой такого кукольного стиля, то абсолютно напрасно. Последние модные показы говорят о том, что фуксия иногда смотрится очень даже консервативно. И сейчас нет каких-то табу относительно цвета. Абсолютно все цвета используют дизайнеры. Посмотрите модные коллекции Валентина, Михаэль Корс. Они используют данный цвет. Это и шубы, и различные брюки, костюмы, жакеты. Тот же поверсайз, который все еще с нами прекрасно смотрится с черными ботиллионами или высокими сапогами. Многообразие цветов комбинации позволяет создать образы на все случаи жизни. Как на торжество, так и в офис. Поэтому рекомендую присмотреться к этому трендовому цвету и блистать в хмурые осенние дни, которые нас ждут впереди.